Начинается матч, в которой встречается действующий чемпион России, команда офисолог Спартак, город Белгород, и команда Виктор Донбасса. Представаем вам составы играющих команд, команда офисолог Спартак, город Белгород. Номер 1. Илья Амерко. Номер 2. Евгений Вознесенский. Номер 3. Артем Тимошенко. Номер 4. Артем Кружевский. Номер 5. Никита Белозеров. Номер 6. Никита Папкин. Номер 7. Константин Генокур. Номер 8. Илья Беблюдов. Номер 9. Данил Страсников. Номер 10. Денис Патаков. Номер 11. Илья Белосинского. Номер 12. Михаил Черновов. Номер 13. Дмитрий Калин. Номер 14. Максим Назаров. Официальные лица команды фестового спорта. Старший тренер Сергей Иванович Ярковой. Главный тренер Сергей Иванович Шрамской. Команда Теснолок Спартак. Город Дембург. А сейчас встречаем наших парней. Команду Виктор Город Сарапа. Друзья, здравствуйте. Еще раз добрый вечер. Здороваюсь со всеми, кто присоединился к нам только что. Еще раз приветствую всех, кто с нами в этой трансляции уже давно и посмотрел не один матч. Вам отдельный пламенный привет еще раз. И еще раз заключительная игра этого тура. Чемпионат России по пляжному гонболу. Второй тур. Заключительная игра игрового дня. Уже второго. Ставропольский Виктор. Команда Хозяйка. Против технолога Спартак из Белгорода. Действующие чемпионы. Команда, которая стабильно выступает в высшей лиге. И совсем молодые парни. Молодежка Виктора, которая стабильно выступает в первенстве России. Это, по сути, Виктор Сор. Я уже говорил сегодня, но скажу еще раз. Нет гонболистов из основного состава Виктора. Потому что во время первого тура они готовились и играли на международной Сеха-лиге. Сейчас же основной состав отправился на тренировочные сборы в Кисловодск. И завтра, в воскресенье, после финального игрового дня, отправится на Кавминводы несколько игроков дублирующего состава, которые вот прямо сейчас готовы выйти на домашнюю площадку и провести очередной матч по пляжному гонболу. Гонболу. Забитые трибуны. В общем-то, вы прекрасно это выглядите. Видите, выглядите вы тоже очень прекрасно, дорогие друзья. Я в этом не сомневаюсь. Классная погода сейчас. Было очень жарко днем. Пошел небольшой дождь. И сейчас, на самом деле, очень комфортно. На песке песок не холодный и не горячий. В общем-то, я надеюсь, ничто не помешает Ставрополь и Белгороду провести заключительный матч игрового дня на высшем уровне. И, кстати говоря, Виктор и Технолог Спартак сошлись в финале во время трикшот-контеста. Это конкурс трюков. Участвовали все команды, кроме Ростовской, кроме команды ДГТУ, лидер. И Виктор вместе с Технологом Спартак дошел до финала. И Виктор проиграл в конкурсе трюков. Технолог Спартак выиграл, получил символический приз. Поэтому по законам судьбы, наверное, будет логично и справедливо, если сейчас выиграет Виктор. Ну, смотрим. Хотелось бы прокомментировать эту встречу нейтрально. Но я комментирую местную. Уж так получилось. Спасибо моим родителям за то, что я родился в Ставрополе. А Виктор с первой же атаки. Вот так вот быстрый мяч. Забрасывает Федор Граматикопола, который до этого часто играл, по-моему, даже только играл в качестве Джокера. Он сейчас не Джо... А, да, он тоже Джокер сейчас, потому что Виктор играет в черно-синих майках. А Технолог Спартак играет в желтом. 2-2. Тем временем на табло. Быстро обменялись двухочковыми голами команды. И Виктор начинает свою атаку. На всякий случай еще раз представлюсь. Меня зовут Герман Кудеяров. Это на всякий случай, если вам захочется меня очень сильно поругать, а вы мою фамилию не знаете. 4-2. Федор Граматикопола забрасывает еще один мяч. И он снова двухочковый, потому что Граматикопола Джокер, он имеет право забрасывать вообще голы любого класса и в любом действии. Но и отвечает сразу же Константин Винаку. Урон забрасывает снова двухочковый. И счет становится 4-4. Но только начали команды, только начало первого сета, поэтому никаких выводов делать еще не стоит. Но вот предыдущий матч между Екатеринодаром и Краснодарским краем, точнее между Екатеринодаром и ДГТУ. Лидер прошел с огромным количеством голов и стал рекордным по количеству очков в матче во втором туре. Шестиметровый, зарабатывает Виктор. Еще и удаление на одну атаку у белгородской команды. Вот немножко и голос срывается. Все-таки немало матча мы с вами уже посмотрели, я прокомментировал. Итак, справляется Максим Пиктерев с этим броском. Броском. И пока плюс два у Виктора, но смотрим, как атака гостей. И заканчивается тоже удачно Винокур. Шесть-шесть. Поправляют арбитры с обеих сторон. Линию специально проложенную. Наливайка в центр сыграл. Падение. Придется принимать какое-либо решение рефери. И они отдают мяч Виктору. Еще одна волна атаки сейчас будет. Грамотик опула. Наливайка слева. Справа Никита Кириленко. Едва ли сейчас в лицо не прилетело Вадиму Попову. Грамотик опула разобрался. 8-6 делает он счет. Все голы на счету Грамотик опула. Ай, красивая воздушка. Винокур. Константин и Винокур очень красиво. Ну, высокий гонболист среди невысоких ставропольцев. В общем-то, это тот самый лайфхак, та самая фича, которой может вообще спокойно пользоваться технолог Спарта. Грамотик опула. В игрока, казалось бы, фолл. Но нет, там шестиметровый. Шесть метров заработал Грамотик опула. Еще и удаление у соперников. Никлюдов пока что присел. Ох ты! Да, не все будет проходить в матче с действующим чемпионом страны. Тем более, когда во воротах Михаил Черноволов. Переходит мяч снова к Виктору Грамотик опула. Наливайка. Ладони, ладони все, давайте. Вот она ставропольская поддержка с трибун Кириленко. Выкрутасы, да, не угол. Браво. Мяч забросил. Никита! 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 Сравнивает счет сразу же. Гонболист из Белгорода. Грамотик опула. Вот так вот песочек мяч положил на Кириленко направо. Поднимает руку Попов. А раскрыл зону Виктору. Не удалось Кириленко бросить там. Здорово сыграл 12-й номер в воротах. Као Виктора еще. Бронислав Бутузов. Вот вы услышали, да, как отреагировали трибуны. Бутузов. Бронислав, 16-й номер. Справляется. Снова неприятное столкновение. Снова грамотик опула лежит. И снова. И снова Джокер Виктора зарабатывает 6 метров. Никита Кириленко будет бросать. Он бросал 7 метров московскому ЦСКА в Сеха-лиге. Там, правда, голки пермяч отразил. Но доиграл Кириленко эпизод. А тут вот так вот парашютика. Очень красиво. Никита Кириленко. Красавец. 18 лет этому гонболисту. Есть сегодня на чемпионате России. Гонболисты еще младше. Очень неприятное столкновение. Но. Да. Незачитан мяч в игрока сыгран. Данил Филиппов очень здорово подставился. Но и опасно он это делал. Грамотик опула. Наливайка. Снова на 6 метров пойдет. Нет. Наливайка отдал. А вот у Кирилла бросок не получился. Ответная быстрая атака. И подставился Кириленко. Лежит Ник Людов. Так. Интересно. Что решат о рефере. Извиняется Кириленко. Давайте поаплодируем соперника нашему. Удаляет Никиту Кириленко. Показалось, что все-таки в игроках было. Но нарушал правила. Молодой третий номер Виктора. Ник Людов бросает 6 метров. И забрасывает. Вот такая вот интересная реакция. Вот Ник Людова. С трибуны просили болельщики Виктора оставить мяч. Потому что нарушения по факту не было. Ник Людов сам врезался. И красная карточка Ник Людова от рефере. Вот за такое вот действие. Ну вот за ответ болельщикам. Да. Уходит Ник Людов с красной карточкой. Для него этот матч закончен. Запомните. Да. Без Ник Людова. Без Ник Людова пройдет. Финальная встреча. Ну, разные ситуации, конечно, бывают между гонболистами и болельщиками. Можем вспомнить игру Суперлиги между Пермскими Медведями и Виктором. Там тоже словесная перепалка возникала. Ну, в общем-то, за фразу «Да». Вот так вот. Ник Людова удалили. Ну, ладно. Опустим уже этот эпизод. Продолжаем следить за красивым гонболом. И что-то позабыл еще. Давай, давай, Дим, давай. А сейчас самое время дальше. Мы как раз думать, как здесь есть. Атака технолог Спартак. Мощный бросок. 14-12 в пользу технолога Спартак. Калинин забрасывает. А Ник Людов тем временем стоит за воротами Виктора. Удаленый Ник Людов. Это интересно. За воротами Бронислава Бутузова. Калинин. Ах, выронил мяч. Из рук пытался все-таки побороться. Еще за него Никита Белозеров. Все-таки в зону залез. Нижов. Налево на Шевченко. Здесь безупречный сейф Черноволова. И снова какие-то вопросы. Ну, смахивает на финал, друзья. Группового этапа и плей-офф. Как хотелось бы и как было запланировано, не будет. Потому что таганрогская команда снялась. Вот обратили внимание арбитры. Сейчас на Ник Людова и отправляют его все-таки к трибунам. Находился он, я уже говорил, за воротами Виктора. Так, интересно. Ну, в общем-то, удаление какое-то произошло у Виктора. Не вижу я грамотик. Копула на площадке. Забрасывает технолог Спартак. Ух, эмоции какие. Ежов. Шевченко, Ежов. Сам проник вперед. Красавец. Это Никита Ежов. Счет нам. Никита! 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 14-14. Этим голом Виктор сравнивает счет. Технолог Спартак в атаке! Браво! Как классно и уверенно сыграл Бронислав Бутузов. Мяч у технолога Спартак по-прежнему. Поставляется Кириленко. Фол в игрока. Классно подставился Никита. Нет, все-таки не в игрока. Подставлял он не в стойке, в общем-то, стоял. А как будто бы плечо подставлял. Повернул корпус. Поэтому это будто бы и толчок. И Никита Кириленко в целом дисквалифицирован уже до конца этого матча. Он больше не сыграет. А жаль, парень очень нужный. Ай-яй-яй, Виктор сейчас освободил зону и влетает парашютик в ворота Ставропольцев. 16-14. Виктор уступает. Артем Крушинский стал автором этой красоты. Шевченко в центр. Сравнивает Виктор. Практически сразу же Вадим Попов делает счет 16-16. Осталось полторы минуты, счет 16-16. И снова он, снова четвертый номер. Артем Крушинский. Тактически очень тяжело проследить за какими-то действиями на столь маленьком пространстве. И с такой динамичной игрой. Ежов на Шевченко. Справляется здесь вратарь. Но Шевченко зарабатывает 6 метров. Ворота команды Технолог. Стартак, значит, штрафной бросок. Снорва Черноволов сыграл. А сейчас против Пихтерева. Максим Пихтерев. Ух ты! Ух ты! Но вопросов нет к Черноволову. Сумасшедшая поддержка у Виктора, конечно, на домашней арене. Ни одного матча Ставропольца пока здесь не проиграли. И Технолог Спартак забрасывает. Винокур. Ежов. Шевченко. Снова Ежов. Проник сам! Уверенно бросил. Никита Ежов. Нас забросил. Никита! 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 Пятнадцать секунд до конца тайма. Электр проигрывает. Двадцать в двадцать в двадцать. Быстро мяч ввери в игру. Парашютик. Очень красивый. Очень нужный. Это Руслан Гакаме. Седьмой номер. Руслан Гакаме. Да, залетел мяч все-таки в ворота за линию. Были вопросы. Не фиксировали еще. Рефери заброшенный мяч. И все-таки, да, Таймаут берет Технолог Спартак. С вашего позволения я тоже хлебну воды. И все-таки, да, Таймаут берет. Чуть-чуть совсем остается до конца первого сета. Две секунды. Двадцать в двадцать. Счет. Будет золотой гол. Надо бросать. Блок. А здесь спокойно Терещенко. Издали пытался бросить. Красавец. Браво. Но финальная сирена. Двадцать в двадцать. Первый сет заканчивается с таким счетом. Поэтому он еще не заканчивает сам. Сейчас будет работать правило золотого мяча. Кто забьет, тот сет и забрал. Итак, бросование. Константин Винокур и Данил Филиппов борются. И все-таки мяч у Технолога Спартак. И бросок. И Технолог Спартак оказывается сильнее. Все-таки в этом сете Константин Винокур забрасывает. Двадцать в двадцать. Выигрывает с таким счетом первый сет Технолог Спартак. Ну, что еще добавить? Классно? Классно. Очень ярко. Ждем второй сет. Классно. 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 Выигрывает с таким счетом. Purdue – suas двадцать. Выигрывает с таким счетal. Классно. УЖН. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... В один мяч выиграл Технолог Спартак у Ставропольского Виктора. И вот сразу в такой борьбе проходит первое вбрасывание и мяч у Виктора. По одному удалению есть до конца матча. Игорь Неклюдов удален в составе «Спартака Технолог», у Виктора удален Никита Кириленко. В общем-то, матч достойный звания финала. Молодые ставропольцы сражаются. Побежал. Даже сказал бы я, влетел. Вперед в атаку. Федор Граматикополо. Пока по нулям. Во втором сете. А вот теперь 2-0. Технолог «Спартак» открывает счет. Никита Белозеров. Забрасывает двухочковые в ворота Виктора. Граматикополо снова пытается. Но здесь Михаил Черноволов боролся, но против Граматикополо сражались не в рамках правил. И 6 метров он заработал. Кирилл Наливайка идет к мячу. Давайте Кирилл Анатольевич. Его воспитанники кричат, которые находятся за воротами «Технолога Спартака». Давай, Кирилл Анатольевич. Дал Кирилл Анатольевич. 2-2. Начало второго сета. Кирилл Наливайка. Если Виктор заберет второй сет, нас ожидают булиты после матча ВМ. Ну а пока 4-2 «Технолога Спартака». Наливайка. Попов пошел вперед. Граматикополо в центре справа Пихтерев. Вот он с мячом. Пихтерев. Классный разворот. Влетел мяч в ворота? Да, залетел мяч в ворота. Фиксирует, показывает. Это рефери. 4-4. Но вот сейчас вернулся Михаил Черноволов к своим запасным. Мы находимся как раз-таки за скамейкой. Белгородцев. Черноволов уверен все равно, что сыграл он четко. И гола не было. Ой, перехитрил Попов всех. Сразу два гонболиста прыгали. Но Попов перехитрил. И таким парашютиком мягким забросил. Ответная атака. И здесь в обороне. 6-6 счет. В обороне здорово. Отзащищался Виктор. И еще одна волна ки у Спартака-технолога. Забрасывает все-таки. Дмитрий Калинин. 8-6. Он делает счет. Пока небольшая разница. Пока всего лишь плюс 2. 8-6 выигрывает технолог Спартак. Грамотик Опула. Направо. И Пихтерев. Бросал Пихтерев. Виктор Ставрополь. Справилась оборона технолога в этом эпизоде. Виктор Ставрополь. Виктор Ставрополь. Буквально окружили площадку ставропольские болельщики. И Ультрас заряжает. И сейчас Виктор отбивается. Надо сравнивать. Грамотик Опула. Наливайка. Грамотик Опула. Сам пошел. В игрока. Нет, не в игрока. Засчитан этот гол. Засчитано. Я забросил. Ходор. Грамотик Опула. Вы послушайте сами. 8-8. У нас ничья. Наливайка. Грамотик Опула. Направо. Викторев. Здорово защищается технолог Спартак. Наливайка. Сам пошел. Классный блок. Очень здорово заблокировал Кирилла Наливайка. Кто это был? По-моему, Дмитрий Калинин. Нет, Калинин Джокер на скамейке запасных. Не вижу. Ага, пятый номер. Никита Белозеров. Именно Белозеров блокировал ставропольскую восьмерку. Но и сейчас тоже технолог Спартак отбивается. И сооружает свою атаку. 10-8. Калинин. Вот главное еще в пляжном гонболе грамотно задействовать Джокера. Давать ему зоны, давать ему позиции для броска. Никита Ижов. Кирилл Наливайка. Очень трудно ему было бросать. Швырнул таки мяч из-под Белозерова. Кирилл Наливайка. Кирилл Наливайка. Кирилл Наливайка. Удаляем команду технолог Спартак. И в меньшинстве начинает эту атаку технолог Спартак. Это плюс, конечно, Виктору. Но все-таки белгородцы довели дело до броска. И Никита Белозеров забрасывает. 12-10 счет. Ижов. Наливайка. Ах, неточная передача была в сторону Попова. Преутихли немножечко всем. Технолог Спартак в атаке. Но Виктор в обороне Руслан Гакамея очень круто сыграл в защите. Грамотик Опула. Шевченко поменял он слева Кирилла Наливайка. Грамотик Опула. Направо Пиктерев. Хорошая зона. А вы видели, как он выпрыгнул? Он едва ли ногами не задел голову Никиту Белозерова. Но не попал, не попал. 12-12 счет становится. Это играет Виктор. Это молодежка Виктора против действующего чемпиона России. Действующий чемпион России в этой атаке забивает Никита Белозеров. Никита Белозеров. 14-12. 14-12. Пользу белгородцев. Грамотик Опула. Направо Пиктерев. Снова прыгает. Красивейший сейп. Ох, как здорово сыграл Михаил Черноболов. Такой воздушный гимнастический шпагат в воздухе получился. Улетел мяч на соседнюю площадку. Там в течение дня играли в пляжный гонбол дети. И в футбол пляжный тоже поигрывали. Гонболисты разминались. В общем-то, знаковая площадка. Ну, а это голод джокера Дмитрий Калинин. 16-12. Делает счет. Уже плюс 4. Впереди технолог Спартак. Грамотик Опула. Сам полез. Воздушка. Получается. Получается. Потопов получил мяч. Справа от Махтима Пихтерева. И Вадим Попов. Казалось, что не успеет. Не успеет бросить до приземления. Там буквально сантиметры у него были. В оборону надо включаться Виктору. Данила Филиппов здорово сыграл в обороне. 16-14. Счет в пользу технолога Спартак. Виктор удачно сыграл в защите. Две минуты осталось. Надо забивать Никита Ежов. Он может спасать Виктор в нужное время. И он делает это сейчас. 16-16. Не запрашиваем Никита. Никита. 16-16. В пользу ничью, конечно же. А вот теперь 18-16 в пользу технолога Спартак. Меньше двух минут. Меньше двух минут. Нужно забрасывать Виктору и удачно защищаться. Надо выигрывать сет и переводить игру в серию буллитов. Ежов. Пихтерев. К игрокам. Классно подставился здесь Белозеров. И подсказывает, какие-то доставления дает Пихтереву Александр Бородин. Говорит двигаться спокойнее. Справа. Ох ты! Бронислав Бутуза вовремя выручает команду. Ну-ка, в себя надо прийти Шевченко. Ежов. Наливайка. Вышел направо. Не очень удачная передача. Сохраняется мяч. И здесь нарушение правил снова со стороны Виктора. Кирилл Наливайков игрока сыграл. 30 секунд. Пассив. Реферы поднимают. Вот это да. Сегодня мы этого не видели. 20 секунд. Переходит мяч. Виктору. А ворота пустые. А, не отдали еще мяч белгородца. Белгородцы. Ну и матч. Попов идет к зоне Спартаковцев. Справа Пихтерев. Осталось 19-й губ. Шевченко с мячом. И там же в розыгрыше. Никита Ежов. Разыграли. Ежов. 15 секунд. Шевченко справился здесь Черноволов с мячом. Но 6 метров. 9 секунд. 6 метров. Кирилл Наливайко против Михаила Черноволова. Забрасывает. Кирилл Наливайко. Кирилл Наливайко. Гол. Гол. Гол забрасил. Кирилл. Кирилл. Таймао сразу же берет технолог Спартак. Кирилл. 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 Шесть секунд и золотой гол. Если Виктор удачно сыграет в защите сейчас. Вот этот отрезок времени. Пытаются сейчас болельщики сбить настрой, сбить все, что угодно. У Белгородца в активный отбор вступает Виктор сразу же, ККМ впереди. И вот он, свисток! Вот он, свисток, который отправляет команды играть до финального мяча. Золотой мяч чемпионом России играет молодежка Виктора. Но тут уже, чтобы успокоиться, надо пить не воду. Ну, а, например, чай. Итак, верховой мяч! Ух ты! И выиграли его ставропольцы. Данил Филиппов выиграл верху высокого Константина Винокурова. Высокого и мощного. На пару сантиметров он выше ставропольца, но гораздо массивнее. Атака Виктора. До одного мяча играется эта серия. Ежов толпится! Повалили Никиту Ежова. Шесть метров. И удаление у технолога Спартак. Если сейчас Виктор забрасывает, нас ждут серия буллитов. Как-то нескладно я сказал. Нас ждет серия буллитов. Вот теперь нормально. А, нет, не шесть метров. Погорячился я. Свободный бросок. Разыграли. Ежов. Попов. Отбивается Спартак. Вихтерев выше ворот. И в игрока. Ох, вы бы видели, что творится сейчас на скамейке у белгородцев. Забей, пожалуйста, гол. Это Михаил Черноволов кричит. Вратарь. Технолога Спартака. Виктору нужно обороняться сейчас. Справа идет игра. Бросок. Ух ты! Вот это да! Очень трудно свои эмоции сейчас сдерживать. Бронислав. Браво. Браво, Бронислав. Браво, Неслав. Он несет... Ну, я уже чувствую, скорее, какую-то несу. Смотрим за атакой Виктора. Попов на Ежова. Пихтерев бросок. Справляется Черноволов. И здесь нарушение правил. Звучит свисток. Рефери. Шесть метров. Штрафной бросок. Шесть метров. Шесть метров. Кирилл Наливайко идет. Где персональные болельщики, которые просили Кирилла Анатольевича? Наливайко против Черноволова. Черноволов! Да что ж такое? Какая интрига! Мишка молодец! Мишка молодец! Браво, Черноволов. На самом деле человек с остальными нервами. Со скромной улыбкой прибежал сейчас к партнерам. Шум, шум, шум! Ух! А еще завтра игровой день. Вы представляете? Спартак в атаке. Падение. Свободный. Браво, Бронислав. Шум, трибона. Шум! Давай! Стоять! И еще, дорогой! Что у нас там? Падение. Данил Красников загородил у меня поле зрения. Шесть метров. Шесть метров Дмитрий Калинин. С мячом. Против Бронислава Бутузова. Ничего не видно. Вот. Все элеганты, Болисты Технолога. Спасибо. Браво! Технолог Спартак все-таки одерживает в этом матче очень непростую победу. Долго команды пытались забросить золотой мяч. Два сета мы с вами видели вот такую вот концовку. Но не сказать, что Технолог Спартак выиграл по делу нельзя. Это победа абсолютно заслуженная. Браво, Белгород! Браво, Технолог Спартак! И спасибо, Виктор. Виктор, отдельные молодцы. Это молодежь Ставропольского гонбола. Ну, а я еще раз, лишний раз напомню, что завтра нас ожидает еще один игровой день с 9 утра. Ну и после последних матчей несколько игроков Виктора отправятся к основной команде в Кисловолск на тренировочный сбор. Это Руслан Гакаме. Походи, я не играл, ведь. Федор Граматикопола, Данил Филиппов и Никита Кириленко. Ну, отдыхаем и возвращаемся. Завтра снова увидимся с вами на трансляциях, если вы живете в Ставрополе. Приезжайте на Комсомольское озеро. Здесь круто, здесь очень яркие эмоции. Друзья, спасибо. Герман Кудеяров работал сегодня специально для вас. До свидания. Спасибо. 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 Продолжение следует...